Саша, я видела твой декор. В этом году уже по-новому немного, не так, как в том году. Да, расскажи немножко. Ну, я каждый год пытаюсь усовершенствоваться в этом. Во всем, у меня на самом деле очень много, вот правду, кто-то чихает. У меня очень много декора, у меня коробок вот таких вот пять, наверное. Отдельный склад у тебя? Да, мне пришлось купить отдельные помещения для того, чтобы это все складировать куда-то. Ну, конечно, дома это все не помещается. И каждый год я себе даю зарок, что не надо больше покупать, ничего не надо. Но как же простимулировать новогоднее настроение? То есть путем каких-то вот покупок, потому что я не ем, уже грустно. Фильмов нету времени смотреть новогодних тоже, потому что все в работе. Единственное, конечно, вот покупаю, покупаю через интернет, покупаю по магазинам иногда, иногда захожу, какую-то игрушку прикуплю. В этом году это дракон большой, маленький какой? У меня дракон на елке висит, у меня еще дракон в спальне есть. Ну вот. А, и еще статуэтка дракона тоже там какая-то стоит. Ну, я знаю, что ты веришь в символ года, для тебя это очень важная цена. А в чем нужно встречать Новый год? В каком цвете, может быть, или в какой одежде? Вообще, это будет водяной дракон, по-моему, что-то вот... Северный? Нет, 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 нет. По-моему, водяной. Но у меня есть даже костюм с драконами, но они золотые. Черный такой, с золотыми драконами. Я его специально надевал, все надевал на себя один раз на съемку, и вот он меня ждет своего часа. Наверное, буду в нем. То есть нужно в золотом, посветуешься? Ну, в чем удобно, хоть тренинг. Вы знаете, я наряжаюсь на Новый год, и буквально через полчаса я это все снимаю, надеваю пижаму, если я дома, и продолжаю пить шампанское. Что или кто должен стоять на новогоднем столе? Традиционное оливье, крабовый салат, обязательно. Что-нибудь сладкое. Ты же не ешь ничего. Знаете, моя жена очень любит торт под названием «Малиновое кольцо», но его не будут продавать под Новый год. Я уже хотел заказать его, а он в стопе. В общем, короче, у моей жены траур на эту тему. Но у нас рядом и с нами есть сумасшедшая кондитерская, где девочка одна делает хендмейт капкейки. Привет, привет. Ну, удовлетворишь другими капкейками, вкусняшечками. Ты, у тебя есть какое-нибудь фирменное блюдо? Расскажи какой-нибудь один фирменный рецепт от Александра Панайотова. Ну, во-первых, я делаю все салаты сам всегда. То есть я не доверяю покупным салатам. Стараюсь делать вот оливье всегда сам. Я всегда замешиваю сам майонез. Стараюсь делать все сам, потому что это все с душой. Хочется, чтобы люди, которые придут ко мне в гости, это ощутили, что это не покупная история. Вспомни, какой был самый драгоценный подарок, который ты получал на Новый год? Что это было? Может, эмоции, впечатления, либо что-то материальное? Драгоценный. Ну, это все самые родные и близкие за столом. Мне кажется, вот это самая драгоценная история, которая может быть, когда все живы-здоровы. Мы живем в такое время, когда, блин, это самое главное. О чем ты мечтаешь? Что хочешь получить еще от Дедушки Мороза? Я нашел одни духи, которые очень хочу получить. Они весенние. Я намекаю супруге, чтобы она их прикупила. На самом деле, конечно, сам-сам могу это себе позволить. Но вот как идея, да, почему нет? Саша понаёта. Привет, дорогая, с наступающим, с наступающим. Спасибо, дорогая. В интервью про Новый год записываем. С вами готов.